Валматы и владельцы аптек заманивали доверчивых клиентов при помощи фальшивых вывесок «социальное». В результате сотни, а возможно и тысячи потребителей переплатили за медикаменты баснословные суммы денег, полагая, что цены на лекарства там в разы ниже, чем в других точках продаж. Об этом по результатам исследования сообщили в Национальной лиге потребителей. Общественники при этом говорят, что понятие «социальное» с законом никак не регламентировано. Руслан Козымбетов провел свой анализ и попытался изучить хитрый фармацевтический бизнес. Отличить дешевую аптеку от обычной довольно легко. Достаточно увидеть слово «социальное» на громких вывесках или баннерах. Но это еще не означает, что цены там действительно дешевле, а порой и вовсе они дороже, чем в любой другой центральной городской аптеке. О громком разоблачении владельцев аптек под заманчивым названием «социальное» заявили в Национальной лиге потребителей. Общественники, оказывается, провели целое расследование и сравнили цены на самые востребованные лекарства в разных городских аптеках. Результаты проверки, мягко говоря, их шокировали. Мы взяли перечень нескольких самых популярных препаратов и решили просто зайти на сайты аптек и сравнить, насколько они дорогие или нет, и в какой сети, в какой аптеке. И были в ужасе вообще. То есть вот есть такая социальная аптека «Садыхан», там на 10% дороже практически все лекарственные препараты. По сути, вывесить надпись «социальное» может любая аптека. В фармацевтической бизнес-сфере это понятие законом никак не регламентируется. Этим говорят общественники и пользуются многие предприниматели, просто приписывая к названию заманчивое слово «социальное», на что и ведутся доверчивые потребители. И этот трюк, вероятно, принес участникам фармацевтического рынка немало прибыли. Но мы считаем, как Национальная лига потребителей, что это введение в заблуждение. То есть мы всегда предполагаем, что если что-то называется социальным, оно должно быть дешевле, доступнее, особенно уязвимым слоям населения. Посетив несколько далеко не социальных аптек и проведя анализ, мы убедились, цены там намного выше, чем в обычных. Для наглядного примера решили сравнить цены на популярные препараты «Панангин» и «Ровамицин». «Ровамицин» – какое цено? «Ровамицин» – да. «3,4,3». «Панангин» – 10 лилитров. «Панангин» – какое цено? «1,205». «1,205». «А, спасибо». Пак завышения стоимости медикаментов, что называется, налицо. Тот же «Ровамицин» в обычной точке можно приобрести за 2810 тенге вместо 3300 в якобы социальной. Впрочем, некоторые горожане уже и сами в этом убедились. «Ну, это только название социальное. Цены действительно повыше, чем в других аптеках. Чуть ниже нужно спуститься, и можно найти препараты намного дешевле. Но люди опираются на название, на вывеску, и идут, и покупают». Но мириться с такими недобросовестными действиями владельцев алматинских аптек активисты Национальной Лиги потребителей не намерены. Они уже направили претензии в письменном виде всем социальным аптекам с требованием снизить цены. В противном случае намерены обратиться в парламент страны за разъяснениями и просьбой разработать законопроект по регулированию ценообразования в фармацевтическом бизнесе. Руслан Казымбетов, Нужан Розбеков, телеканал «Алматы».